И это не просто там 15-20 минут поездки, это много часа в этой поездке, мы с утра выехали, примерно 10-15, пришли в 5 утра, туристы не замерзли, экипировка очень высокого класса, обратите внимание. Слав, расскажи, как одеваться, чтобы к туристам? Ну, вообще, по правилам, я одеваю термобельё, термобельё трёх видов. Сперва одевается термобельё нательное, оно позволяет влагу от тела вводить на наружный слой одежды. Второй слой, как правило, у нас флисовые куртки, разной толщины, это уже зависимость от организма человека, кто-то любит потеплее одеваться, кто-то любит попроще, холоднее. Вот я мерзляк, у меня флисовая куртка, вот толстая, вот нательное бельё, вот оно очень тоненькое. Почему человек не мерзнет? Не потому, что на мне много слоёв одежды, у меня правильные слои одежды. Человек мерзнет, потому что потеет, даже в очень сильный мороз. Для того, чтобы не мерзнуть, вы одеваете тонкое нательное флисовое бельё, даже если спотели, капельки пота образуются на коже. Нательное бельё, тоненькое, оно позволяет влаге через мембране, есть специальные такие дырочки, да, сеточка, ну как сеточка сделана такая. Влага поступает на вот этот слой. Вот, дальше флисовая куртка, она должна быть чуть побольше по размеру, не то, что в плотное, как нательное бельё, а чуть по размеру. За счёт этого создаётся воздушная простойка между нательным бельём и здесь. Вот, она сохраняет тепло. Вот таким образом я делаю, всё. В 30-40 градусов мороза я хожу нормально. И в 5 градусов мороза тоже хожу нормально, потому что я не потерю. Вот, ну а дальше идёт либо штормовая одежда, третий слой, вот, да, допустим, если тепло, я одеваю мне вот в жёлтой куртке, когда я вас встречал, в жёлткой специальной штормовой куртке. Вот, либо вот как у вас, вот такие вот комбинезоны, вот таким образом сохраняются тепли. На ногах, ну, либо вот такого класса сапожки с подкладкой. Вот эти сапоги выдерживают температура в доменах 35, в принципе, этого достаточно. Плюс этих сапожек на именно этой и на этих снегоходах, да, к тому, что у нас подножки обогреваемые. Если одеть обыкновенные ботинки, они будут промакать. Снег, потому что будет накапливаться, за счёт того, что на ней радиатор находится, снег тает, соответственно, у вас будут ноги постоянно влажны. За счёт того, что у вас сапога из полиуретана, ноги у вас не промакают, поэтому вы не взяли сапога. Профессиональная экипировка, скажем так, инструкторов, я пока в ней не одет. Она у Олега Дридового с учитывающей классом. Специальные ботинки, мы тоже не промакаем, не замерзываем. Дальше, как правило, носить эти шлема. У нас шлема в области 2-х полиуретов. Вот обратите внимание, видите, сразу замёрзлась, забрала. Девочки, пока стоите разговариваете на улице, не приезде, забрал должны быть подникать. А, кстати, вот в подшлемниках и в шлемах надо научиться дышать. Я понимаю, что у вас сейчас сердцебиение будет повышенное, да, в то время, что повысится, потому что вы волнуетесь, не переживаете. За счёт этого вы начинаете сейчас повышать. Парка дымается, забрала. Тут же у вас забрала. Забрала не обогреваемая. За счёт этого у вас тут же обогревается. Соответственно, вам приходится иногда вытирать. Девочки, вот внутренней частью, да, вот так, не надо вытирать. Оно ещё будет быстрее. Внешне. Протёрли. Вот, если стекло не обогреваемое. Вот так. Внутренней части у тебя будет теплее, но и влажнее. А влага, если ты протёрла, она, соответственно, тут замёрзнет. А это более часть сухая будет. Так, значит, здесь не хватило. И всё. Забрала-опускаем только, когда мы едем. То есть, когда мы тронулись, забрала-опускаем. До конца забрала-опускать не надо. Всё. Забрала-опускаем примерно вот настолько. Потому что здесь у вас всё защищено. За счёт, если полностью у вас пар будет внутри, запотеет. Вот таким образом у вас будет пролезать. То есть, парок маленький пролезает. Вот, примерно вот на таком. Самое главное, что будет защищено глаза. Дальше обратите, девочки, внимание. На шлеме у вас есть дефлекторы. Вот эти два открытого. Дефлекторы открыты, когда жаркая погода. Ну, допустим, где-то там минус пять, минус шесть, да. То есть, соответственно, тоже голова затеет. Когда вы едете, через эти дефлекторы поступает воздух, да, и голова охлаждается. Сейчас прохладная погода, минус пятнадцать. Поэтому дефлекторы закроем. Продолжение следует...